Хотела бы сказать несколько слов о ходе расследования убийства президента Гаити. Мы продолжаем следить за его ходом, за ходом расследования наглого демонстративного убийства главы этого государства, о котором мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране. В ходе расследования этого преступления полиции Гаити было задержано около двух десятков подозреваемых, большая часть из которых оказалась гражданами Колумбии. Как минимум двое из нападавших имеют гражданство США. Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность. Она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы. Подобное мы постоянно наблюдаем в других странах, в том числе и в нашем ближнем зарубежье. Мы выражаем надежду, что гаитианские правоохранительные органы сумеют разобраться в истинных причинах произошедшего и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков, а также вероятных пособников данного преступления. Что удивило, так это тот факт, что вчера официальные представители силовых ведомств Соединенных Штатов Америки на вопрос журналистов в ходе брифингов не сумели подтвердить или опровергнуть, полностью ушли от ответа на вопрос о вовлеченности граждан США в это преступление. Почему это удивляет? Потому что когда речь идет о неких пресловутых российских хакерах, мифических россиянах, которые вмешиваются в выборы, там и тут с точки зрения некоторых политических сил в США влияют на мировые процессы, подрывая их, то официальные представители соответствующих ведомств и органов Соединенных Штатов Америки намного более разговорчивы. Мало того, они тут же по, как они считают, горячим следам выносят обвинительные приговоры, вводят санкции, призывают мировое сообщество к солидарности в противодействии этой самой якобы российской угрозе. Подождите, когда речь идет о ваших американских гражданах, которые в Гаити задержаны, и эта страна сделала официальное заявление на этот счет. Почему же вы не хотите это комментировать? Почему же вы так немногословные? Почему же вы не считаете нужным придать этому особое звучание? Ведь убит президент суверенного государства. Теперь еще одна тема. Вмешательство США во внутренние дела Никарагуа. Хотели бы развернуто прокомментировать развитие событий вокруг этой страны. Дело в том, что по мере приближения всеобщих выборов в этом государстве, а они запланированы на 7 ноября, нарастает мощная волна внешнего давления на законное правительство президента Даниэля Ротеги. Давление имеет мало общего, заявленное его авторами с заботой о проведении там свободного демократического голосования. Оно просто начинает превращаться в борьбу, в бои, без правил, с очевидной и нескрываемой целью отстранения сандинистов от власти путем дестабилизации страны. Ну, в общем-то, сценарий традиционный для наших западных партнеров. Обращая на себя внимание, что ведущаяся грубая, неприкрытая вмешательство во внутренние дела Никарагуа, получая вопросы финансирования, четко прописано в нормативной и законодательной базе США. Еще в ноябре 2018 года тогдашний американский президент принял решение, он, так сказать, утвердил исполнительное распоряжение, объявляющее ситуацию в этой центрально-американской стране, ни много ни мало, чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политики США. В декабре 2018 года в США утвержден закон об условиях инвестирования в Никарагуа. В соответствии с этим документом, американцы заблокировали финансирование Никарагуа со стороны международных банков и валютно-финансовых организаций. Это МВФ, Всемирный банк и так далее. Ввели визовые и другие ограничения в отношении никарагуанских официальных представителей, чиновников, отменили статус временной защиты для мигрантов из этой страны. Вот это кольцо экономических рестрикций стало сжиматься в разгар пандемии. Цинизм. Белый дом резко сократил финансовую помощь Никарагуа на цели социального развития, исключил страну из списка государств Центральной Америки, которые получают вакцины в качестве гуманитарной помощи. Просто идет целенаправленная работа по исключениям Монагу из региональных соглашений и в том числе и о свободной торговле. Речь о Центрально-американском соглашении о свободной торговле, о соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой. В том же ряду соглашения об ассоциации стран Евросоюза и Центральной Америки. Также и на лицо попытки приостановить участие Монагу в организации американских государств. Одновременно наращиваются прописанные, опять же, в этом самом американском законе усилия по вовлечению в антиправительственную работу подконтрольных НПО. Это все зафиксировано в законодательных актах Соединенных Штатов Америки. Непосредственное взаимодействие с оппонентами режима, как они его называют, координирует Монагу лично посол США, который проводит с ними регулярные установочные совещания. Ну, в общем, мы все тоже это проходили на примерах очень многих стран. Согласно экспертным оценкам по линии USAID и других американских так называемых гуманитарных структур, в никогранскую оппозицию вложено более 1 миллиарда долларов США. Не на социальную помощь, не на гуманитарную помощь, не на борьбу с COVID направленные деньги, а в оппозиционные силы этого государства. Игнорируя принцип разделения ветвей власти, поднимается такая истерическая волна вокруг судебных процессов отношения отдельных оппозиционеров. При этом любые шаги со стороны законных властей по пресечению иностранного вмешательства характеризуются западным мейнстримом не иначе, как подавление свободы, удушение, так сказать, свободы, ну и все по списку, который тоже нам хорошо известен. Причем самое интересное, что все это зеркально отражает действующие в самих США ограничения, например, в рамках принятого еще в 1938 году закона об инагентах пара, хорошо нам всем известно, и на фоне вот такого беспокойства США вызывает удивление, что о массовых избиениях и даже убийствах протестующих в других странах, в том числе в Латинской Америке, Вашингтон не просто ничего не говорит, наоборот, даже оправдывают подобные действия. Глобальная пандемия и вызванный ей во многих регионах, включая и латиноамериканский жесткий социально-экономический кризис, показали, что сегодня основная линия защиты демократии и прав человека во многом лежит в плоскости обеспечения государственной управляемости. Все же то, что делается коллективным Западом в Никарагу, идет вопреки этому. Свобода выбора подменяется подстраиванием избирательного процесса под заранее запрограммированный результат, который должен отвечать интересам политического инжиниринга извне. Мы категорически отвергаем попытки иностранного вмешательства во внутренние дела в Никарагу, убеждены в том, что жители этой страны имеют право самостоятельно, без иностранного вмешательства, определять дальнейшую судьбу своего государства. Мы искренне желаем успехов правительству, мира и процветания никарагуанскому народу, с которым нас связывают прочные отношения дружбы и стратегического партнерства. И продолжим держать поле зрения ситуации в этой стране. Будем информировать о наших оценках дальнейшего развития события там. Продолжение следует...